Торжественное вручение паспортов в музее проходит уже несколько лет подряд. В этом году юным устюжанам паспорта вручали накануне Дня Победы. Поэтому церемония проходила в зале, где находится экспозиция, посвященная жизни Великого Устюга периода Великой Отечественной Войны. Свой первый паспорт гражданин Российской Федерации получает в возрасте 14 лет. В этот раз в зале собрались 20 ребят и их родители. Взрослые, впрочем, наверное, подзабыли, как волнительно, даже самоподготовка к получению паспорта. Просто, когда я фотографировалась, пошла наряд надевать, прическу делать, фотографировались. Затем пошли в паспортный стол, подали все документы и все. Понравилось твоей фотографии на паспорт? Нет, мне не понравилось. Потому что она получилась, криво получилась. Все ребята чувствуют важность момента. С любопытством разглядывают новенькие паспорта в руках. Но осознать, каково это быть гражданином России и зачем нужен паспорт, понимают пока не все. Организаторы позаботились и поэтому, рассказали собравшимся об истории паспорта. Ты сегодня получил паспорт, ты себя чувствуешь взрослее? Ну да. Паспорт тоже, там уже другие обязанности, уже хулиганить нельзя, то есть ответственности больше. Окончательно взрослыми, совершеннолетними, эти подростки станут лишь только через 4 года. Но сегодня они сделали свой первый шаг на этом пути. С 14 лет гражданин Российской Федерации получают немало прав, как, например, возможность работать и распоряжаться своими доходами. С момента получения данного документа вы приобрели уже определенные права и именно с этого возраста вы уже самостоятельно будете отвечать за свои поступки. Не ваши родители, не ваши близкие родственники, а именно вы. Поэтому желаю, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы были настоящими, достойными гражданами нашей страны. В завершение церемонии для собравшихся выступили учащиеся детской школы искусств. После чего всем, получившим паспорта, вручили подарки. А затем ребята отправились на набережную для того, чтобы сделать фотографии на память. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».